Итак, это Киберпанк 2077, мы с вами продолжаем. Тут у нас с вами в пустыне, в пустошах осталось парочку заданий, потому что вот это, вот это на самом деле просто машины, их нужно купить. Ну, можно Тортон было бы купить за 21 тысячу, это успеется. Давайте сначала с вами пройдем вот эти три задания, и здесь это тоже машина, так что три машины, три задания. За машинами я зайду как-нибудь позднее, отправляемся сюда. Что-то из этого может оказаться, например, психом, и вот именно задание с психами мне очень интересно проходить, потому что хочется узнать, что же там в конце, ну, что будет в конце. Что она из этого всего выяснит? Откуда берется Киберпсихоз? Только из-за имплантов или нет? Потому что, ну, уже мы с вами видим, что и буквально какие-то там серьезные эмоциональные потрясения могут на это подлеять. Но правда там, чувак, которого в прошлом выпуске мы с вами нашли, он просто сдвинулся еще раньше. И именно, скорее всего, из-за имплантов. И, естественно, я думаю, что какие-нибудь дополнительные задания тоже сегодня с вами зацепим. Очень сильно надеюсь, что все успеем. Это мы с вами отцепили, они до сих пор стоят. Помните, здесь поезд ехал? А вот там, мы, кажется, все это дело остановили, реально. И это все сохранилось в мире. Нормально, никуда не делась. Неплохо она себя чувствует в пустыне. Мне нравится. Можно вообще не уворачиваться от этих кактусов и прочего. Кто с вами свяжется? Ориджина? Хорошо. Ви, привет. В пустошах распился грузовик с имплантами. Кром топовый, но полиция туда не торопится. Не исключено, что аварию устроил Киберпсих, и копы просто пересрали. Съезди туда, но не убивай никого без необходимости. Пушка у нас с вами нелетальная. Я, честно говоря, в прошлом выпуске, когда стрелял с нее, совершенно про это забыл. Но, с другой стороны, и ладно, что нам всех подряд убивать. Нелетальная же, давайте еще раз проверим. Специально поставил, чтобы не убивать Киберпсихов, потому что... Но, блин, с ними проблема в этом плане. Одного завалил. Как так вышло, я не знаю. Водитель? Не реагирует... А, интересно. Травма от аварии у души. Не реагирует, пульса нет. Дух. Все-таки духи напали. Ладно. Да давайте все заберем. Архивный диалог с Сол Брайт и Вайт. Сол? Эмилия Вайс. У нас украли оборудование для нового исследовательского центра на территории Аль-Декальда. Сол, у нас? Это у кого? У корпорации биотехника. Пока что я спрашиваю неофициально. Мы работаем на одной территории, но вполне можем сотрудничать. Сол, это не наша проблема. В пустошах всегда было опасно. Кто же строит центры в таких местах? Эмилия. Выбор локаций был продиктован характером исследований. Нам важно, чтобы они велись на периферии как можно дальше от города. Если мы наймем тех, кто знает местность, чтобы найти наш груз, сколько это выйдет по деньгам? Сол. Раз это такое ценное оборудование, то, наверное, прилично. Эмилия. Сколько конкретным в евро-долларах и что по срокам? Я же сказал, выйдет дорого и речь не только про евро-доллары. Деньги тут можно заработать любой халтурой. Что вам нужно? Ксерафиты. С обратной транспирацией. Я не знаю, что это такое. Мы их еще не выпускали на рынок. Значит, выпустите прототипы. Ну или давайте подождем. Эмилия. Хорошо, небольшую партию прототипов, но не гарантирую, что они прорастут. Растения пока в фазе тестов. В естественных условиях их еще не высаживали. А, ну это типа растения. Ладно. Сколько займут поиски нашего оборудования? Мы приступим, как только распустятся первые почки. Не должно занять много времени. Че, блин. Ладно, хорошо. Значит, она бы... Да никто не обращался к Реджине. Она сама решила все это дело протестировать. Жвачка. Что здесь? Контейнер для киберимплантов. Высококачественная. Биотех Сигма. Но это просто контейнер. Но то есть все-таки нужно было кровь просканировать. Ладно, хорошо, я понял. Идем по кровавым следам. Туда. Ладно. Где она, черт побери? Или это она здесь устроила? Может быть и она. Причем, черт, это робот. Я один раз с таким столкнулся уже киберпсихом. Он на стройке бушевал. Не попал в запись. Я думаю, что можно при помощи газа попытаться. Окей, ладно. Это не самое лучшее оружие, чтобы сражаться с такими... Да, гадами. Так, ладно, стоп. Я не могу с ней поговорить. Она все равно, типа... Безусловно, нападет на меня. Но. Так, нормуль. Четыре пищи. Бежим. 67%. Урон ноль. Сараза такая. Ладно, будем крутиться вокруг. Стоп. Давай замыкание. Последний там удар будет. Естественно, уже... Не с винтовки, а с этого револьвера. Чтобы не убить. Блин, зараза. Представляешь, а? 1200. Да, она просто перезаряжает, либо там охлаждает, как вариант. 51%. Опасная фигня. 49%. Откуда у тебя-то такое? Ну, в смысле, откуда она взяла? Это, типа, ее отправили, и... Что? Она нашла этот... Протез, садила на себя и психанула? Я просто не понимаю. 44%. Че ж ты такая жесткая. Спокойно. Вообще урона нету. Давай замыкание. 35%. Есть предложение. Поменять эту винтовку на что-нибудь другое. Что-нибудь автоматическое, электрическое. Дробаж. Электромагнитный дробаж. 540 урона. Попробуем. Я не знаю. Сработает, нет? Ну, урон есть, но, типа, не супер. Дрянь такая. Нет, дробаж не канает. Я просто хочу понять на будущее, с чего их можно хорошо разбирать. Да, была винтовка, которую я продал, так что берем с вами вот эту вот. Окей. Это неплохо. Да, здесь тоже электромагнитный. И тоже, если не ошибаюсь, она у нас с вами идет... Защита от убийства. Нелетальная. Хорошо. Живая. Какая она трындец странная. Ладно, забираемся. И у нее тоже крашер вот такой вот, только сиреневый. Ну, что там было написано? Да, бесполезно. Ни хрена мы из нее не вытянем. А мне от этой кровищи уже блевать хочется. Рафинфюр. Ну, давай попользуем его еще немножко, пока дышит. Возьмем покататься, пусть поможет нам на месте. Говорят, Альдекальда чует воду даже на большой глубине. Типа как биолокаторы. Вот и проверим. В смысле? Привяжем его перед машиной, чтобы показал нам, где копать. Это мужик был, мне кажется. Но копать он будет сам, а то свалит еще под шумок. Окей, тогда бери его и поехали. То есть, они его взяли, не вымучили и поехали сюда что-то здесь копать, воду искать. Это мужчина, мужчина. Прочитать сообщение. Хорошо. Ты почти угадала, они везли заложника. У него на полпути начался приступ киберпсихоза, поэтому он покрошил всех, в капусту избежал. Кстати, чувака похитили вместе с Солом из Альдекальда, которого я спасла чуть раньше. Сейчас лежит, отдыхает. Ага, вот это неожиданность. Я напишу до Котя, чтобы связалась с его семьей. Чем быстрее он попадет к своим, тем быстрее восстановится. Видимо, стилеты боялись нечаянно убить Солу, поэтому пытали этого чувака, чтобы вытянуть из него информацию. Ну или чтобы Сол быстрее раскололся. В какой-то момент они взяли заложника с собой прокатиться по пустыне, но что-то пошло не по плану. Он, наверное, принял тебя за одного из них. Я рада, что получилось его спасти. Окей. А костюмчик он тут что ли нашел в грузовичке? Не знаю, ладно. Таким образом, 12 и 17 киберов, это хорошо. Что у нас с вами здесь остается? Тачка. Вот. Два задания непонятных. Ну типа заказы, наверное. Это по большому счету, на самом деле, очень быстро пройдется. Где ты? Давай. Прям мне понравился этот револьвер. Револьвер запредельный. А прикольно так вот то, что снаружи оно все такое металлическое. Мне вот это нравится, а изнутри типа видно все. Ну как все. Если бы я мог привстать немножко и смотреть вперед, это было бы просто замечательно. Потому что я вообще не вижу, что перед нами. На такой тачке ездить можно. И разворот у нее, конечно, тугие. Прям очень-очень медленно все делает. Очень туго и нехотя. Но, видимо, это из-за того, что она такая жестко бронированная. Такое ощущение, что мы здесь были. Не помню. Ладно, миша людей. Можно завести лошадь прямо в воду, но пить ее не заставишь. Я годами пыталась наладить связь с Ирис Таннер, но она все время отбрыкивалась. Я уж и просила ее, и деньги хорошие обещала. Ничего не помогало. Ответ был всегда один. Я с фиксерами не работаю. Сегодня она вдруг сменила пластинку. Знаешь почему? Ее похитили дуй. Ну, я нас воротить не буду. Может, теперь она наконец со мной подружится. Прочитай подробности. Ну что там, по-тихому нужно, нет? Мы с вами заходим и спасаем. Стишка в том, что можно сейчас спокойно его снять. И никто, по идее, ничего не заметит. Потому что слушателем. Только если не найдут труп. Заказ без фиксера. Ну как труп? Он не труп. У нас с вами не летал. Нормально. Ты и зря сюда прибежал. Блин, какая пушка четкая. Просто нереально. Есть что? Не понял, кто-то выстрелил. Ладно, хорошо. А, ерунда все. Пошли вперед. Хорошо, что они не убивают залогов, когда нападаешь. Перестану. Я пришла тебя вытащить. Надо скорее уходить. Я не могу тут сбросить свою тачку. Она в гараже. Какую тачку? Этого в договоре не было. Надеюсь, она была бы быстрая. Нет, в договоре не было. И нет, не сказать, чтобы она быстрая. А давай это будет договор между нами. Награды не обижу. Посмотрим, папа стоит. Ладно, хорошо. Окей, подожди, я деньги заберу. Спасибо за мою тачку. Да не за что. Почему ты раньше не хотела работать на Дакоту? Не люблю я фиксеров. Те же сутенеры, только сфера немного другая. О, как? Я хочу сама решать, на кого мне работать и за сколько. А когда работаешь на себя, не нужно отстегивать фиксеру и двиную долю своих кровных. Но для Дакоты ты сделала исключение. Надеюсь, первые и последние. Ну да. В этом есть логика. На самом деле, я бы тоже напрямую работал, потому что... Сколько они там процентов своих забирают, вот это непонятно. Может быть и 50. Ладно, поехали. Я уж думал, что мы не сюда едем, в какое-то другое место. Че моя сестра? Дакота. Привет, Дакота. Как красиво. Вот тебе и рестан. Классные коленки. Сестра. Не свисти, поняла? Я тебе не сестра. Скажи, что мне сделать, и будем в расчете. Ммм. Вы найдете общий язык, да? Да. Вижу, вы найдете общий язык. Спасибо за все, Ви. Надеюсь, и я тебе однажды пригожусь. Только смотри, чтобы она тебе денег не зажала. Хм, Ви не о чем беспокоится. Спасибо. Приятно иметь с тобой дело. Да, говори. Ладно, стой. Шрамов ей накидали. Слушайте, ну, вот кто-то просто посидел и постарался с ней. Ви, я жду. Чтобы лицо ей сделать. Нет, хорошо сделали, молодцы. Потому что здесь почти... Да нет, на самом деле, вот с такими персонажами они вообще молодцы. Кто-то сидел и старался, вручную все клепал. Да нет, мне чуть не нужно сейчас от тебя. Ты все равно ничего не скажешь. Так, еще одно задание выполнено. Какой же мрак, а? Что за помойка? Да. Что такое, Дакота? Для тебя есть халтура. Надо вытащить со свалки одну штуку, пока какие-нибудь придурки не разнесли ее на куски. Подробности я отправила в письме. Ладно, придется прочитать, ну. На свалку выкинули хорошего робота для спаррингов в рабочем состоянии. Такие вот в городе люди. Чуть что забарахлило, сразу на помойку вместе, понятно, со софтом. Ясно, кого нужно достать. Ну, пошли глянем. Прикольно. Слушайте, ну, на самом деле-то такие свалки и у нас везде есть. Ну, далеко от Москвы ходить не надо, чтобы такую свалку найти. Вынуть чип. Оставить чип в постамате. Тихо. И все, что ли? Серьезно? Да, и все. Все задание. Прикольно. Ха-ха-ха. Это получилось супер удачно. Естественно, без двойного прыжка это было бы гораздо сложнее проходить. Как же классно этот салон у этой тачки. Я бы даже с какой-то стороны не отказался, только утащил и прямо сейчас я имею ввиду с таким салоном. Ну, просто у меня очень большой рост и мне было бы нормально сидеть в том плане, что я бы хорошо видел. Хотя еще не понятно, какая посадка. Хотя, нет, посадка здесь нормальная. Единственное, что... А что там по педалям? Ну нет, достает. Да, это просто так здесь сделано по-дурацки. Нужно было камеру немножко повыше расположить, потому что ну нифига не видно. Но это прям очень круто. Мне безумно нравится. Я не удивлюсь, если в какой-то там ближайшем будущем такие машины появятся с таким салоном. Нет, секундочку. Все там. Ф положить, да, хорошо. Прекрасно, Ви. Красный Джо начинает тренировки уже завтра. Скоро ты о нем услышишь, помяни мое слово. Он мальчик талантливый. Отлично. Спасибо тебе. До связи. Ну, в принципе, вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. Еще 8 тысяч у нас с вами уже денег просто немерено опять. Я хочу смотаться в еще одно такое же место в удалении. То есть вот здесь вот заданий нифига нету. А вот тут вот, как видите, есть несколько вопросительных знаков и заданий. Это, опять же, машина. Хавелина Квадратайп. Может быть, ее просто купи, чтобы не торчал здесь восхитительный знак. То есть меня раздражает немножко. Давайте вот сюда. Хорошо. Так вот, вот эти вот, собственно говоря, теплицы. Я, конечно, не уверен на 100%, но, как помните, если кто смотрел, в Бегущем по лезвию 2049, если не ошибаюсь, так называлось. Ну, в общем, последним, который. Соответственно, в нем было показано, что в этих теплицах производят личинок, ну или жуков. Или чер-черви, личинки, что-то типа того. Из которых потом, естественно, белок получают. И я совсем недавно находил здесь заметку о том, что... Или кто-то об этом говорил. Кто-то об этом говорил, обсуждал это дело, что... Как раз здесь, в этих теплицах, выращивается именно белковая масса. То есть вот эти жуки или личинки. Личинки. Не жуки, естественно, а личинки. Дакота. Здравствуй. Нужна твоя помощь. Пропала связь с Бенедиктом Макадамсом и водителем, который должен был вывести его из города. Я выслала кардинат. Езжай туда и разберись. Все подробности в письме. Да я понял, что с ним произошло. Найти Бенедом. Ну и как? Решили чего? Я не понял. Стоп, это что такое? Прожектор. А теперь понял, что не так. Фига себе. Живой? Ну да, живой. Хорошо. Ммм. Ладно, плевать. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Собираем с вами все. О, пропуск прикольно. Ну-ка. Чего? Что за звук? Это что-то уронил, что ли? Возможно. То есть, ламать ничего не нужно. Доступ разрешен. Давай, открывайся. В общем, нужно отойти, подойти обратно. Оно как-то вот немножко подтупливает, да. Вот эту фишку они плохо проработали. Здорово. Новенькая. Я смотрю, у Мелитеха открылись вакансии. А, блин. Сейчас типа погулять меня выведешь? Давай. Я здесь по поручению Дакоты. Не, не сипургу. Твою ж мать. А чего раньше-то молчал? Я уже задолбался тут изображать, что якобы смеюсь в лицо смерти. Давай, пошли. Ладно, поехали отсюда. О, ноги в ватные. Как будто месяц ими не шевелил. Пошли, пошли, пошли. Хорош найти. Но по большому счету плевать, то есть. Здесь никого я не вижу. То есть стоял один, только этот и турелька. И все. Ха. Ладно, договорились. Заползай. Наверное, не сидел никогда в такой. Он уже внутри? Да, он внутри. Хорошо. Незаметно это сделал. Знаешь, о чем я мечтал сидеть в подвале? О чем? О дынях. О таких сладких, медовых дынях. Люди-дакоты их на генетической смеси растят. Ха, понятно. Тысячу раз вкуснее любой синтетики. Окей. Вот сидел там и думал. Чего б только не отдал за такую сладкую-сладкую тыки. Ну, Джейсона, конечно, не допросишься. Черт. А на мотоцикле с тобой такого произойти не может. Ну... Хорошая машина, хорошая. Но вот помните, у нас такая маленькая была? Мы с вами по одной заданию взяли вот совсем недавно. Тоже до Коти привозили. Она была быстрее. Как-то, мне кажется, реально быстрее. Ну? Подожди, человека до Коты. Окей, подожди. Это было совершенно необязательно делать. Кто там приехал? Да, вот такая маленькая машинка-то как раз. Эй, МакАдамс, привет! Старки. Давно не виделись. Выглядишь херово. Да вот, потрепала малость. Придется тебе побыть моим шофером. Ви, Дакота уже переводит тебе награду. Спасибо. Удачи тебе. Ну, окей. Бывай. Восемь пятьсот. Хорошо, у нас с вами семьдесят четыре тысячи. Такое количество денег просто радует, на самом деле. И поэтому я съезжу, возьму вот эту машину. Че за история? Это, знаете, это в каком-то фильме такого, типа, показывали фигню. Там, типа, чувак приезжает в какое-то захолустье. И там у такого роднека дикого, в ужасной какой-то одежде всего, сгоревшего под солнцем, беззубого, какая-то просто безумная тачка продается. Ладно. Это квадратайп 66. То есть, я так понимаю, это такая же тачка, примерно, как нас обгоняла на гонках. То есть, когда мы в финальном, как раз, этапе были. И такого же типа тачка у Бести. Но все, сели, поехали. Только это, видите, еще какие-то дополнительно бронированные, если не ошибаюсь. Мне кажется, да. Хм, хорошо, ладно. Да, Кота, деньги пришли, спасибо. Ну-ка, надеюсь, вы подружитесь. А че за фигня с музыкой? Это какая-то другая просто радиостанция, горячее радио какое-то, я Night FM слушаю. Ну что? Ну да, они плохо управляются. Я просто решил для разнообразия вам показать и самому протестировать тачки, потому что как-то все время на байках катаемся. Да, это красиво, да, это прикольно. И типа, это единственная возможность посмотреть на персонажа от третьего лица. Ну, типа, так, для разнообразия. Почему бы нет? Хорошая тачка. Ну-ка. Мне просто интересно, как хорошо она управляется. Ты знаешь, она мне прям нравится. Я прям, она... Прям, ты смотри, что она творит. Это я специально эти заносы делаю, просто она делает именно то, что я хочу сделать. Она очень классная, и ее очень приятно управлять. Один в семьдесятых здесь что-то есть. Ладно, поехали. Палапас, отель. Что здесь? У меня к тебе довольно необычное дело. Нужно доставить тело Тревора Брасса по указанному адресу. Парень поймал пулю, когда отстреливался от духов. Родители Тревора хотят похоронить сына по-человечески. Буду благодарна, если ты им поможешь. Все нужную информацию я отправила. Ну, то есть, он где-то здесь у них. Хорошо, я понял. Парень поймал. Тихо. Промазал. Со спины. Как странно, да? Вроде вот он, он вроде окно. Нифига. Спины. Все, нет? Вот тебе все. Сейчас попробую. Здесь пистолетов не так легко целятся, как может показаться. То есть, это не Call of Duty или там, я не знаю, ну да, Warzone. Здесь все как-то немножко по-другому, поэтому... Рукам очень сложно к этому приноровиться. Нашел. Интересно, почему оно во льду? Ладно, грузим гальник. Пора домой. Теперь родители Тревора смогут его, наконец, похоронить по-человечески. Спасибо тебе большое, Вин. Заказ выполнен. Угу. Блин, злая тачка. Обалденно злая тачка. Классно. Говорю, не хватает, чтобы где-то сзади из нее... Какая-нибудь автоматическая пушка выезжала и начинала стрелять. То есть, вот здесь, чисто в игре, это не введено, чтобы не делать тебя каким-то ультрасильным, там, не знаю, чтобы ты с этой пушки убивал врагов и таким образом все проходило. В реальности же, ну, просто как и в нашей реальности, запрещено. Типа, законом о ношении оружия или еще что-нибудь, я не знаю. Возможно. Ви, есть такой техник, Большой Пит. Он недавно появился в пустошах, и ему лучше исчезнуть от... Так. Улавливаешь мыс? Сейчас отправлю досье на этого городского урода. Понял. Прикольно так. Что мне больше всего нравится, это, естественно, то, что она бесшумная и не поднимается тревога. Ладно, ребят, давай, я порву вас побыстрее. Ну, вот дурака валяйте. Нормуль, я не видел эту турель. Где она, кстати? И сейчас нифига не вижу. Дядь, подожди, я сейчас тебя достану. Все хорошо. Какой кайф, а. Просто, понимаете, по сравнению с тем, что было раньше, когда у меня было плохенькое оружие, ну, так же невозможно было, на самом деле, вот, круто врываться. Плюс, дело не только в оружии, дело еще, естественно, в броне. Все было гораздо сложнее. Теперь можно мансить, уворачиваться, плюс я там умелочки прокачал, а что... Эй, эй, не стреляй только! ...в ближнем бою. Они тебе не помогут. Я че, сдохну из-за долбанной глушилки, которая еще не работает ни хера? Нет, извини, так не пойдет. Стой, не делай этого. Я тебе заплачу и свалю из Найт-Сити, а ты скажи, что дело сделано... Два раза... Да, ну. Я так не работаю. Неплохо. Мне прям нравится. Да, репутация бесценна, чувак. Хотя я, на самом деле, такие фишки проворачивал, но не из-за денег, а из-за того, что я входил в положение. Задание выполнено, все отлично. Так, у нас с вами появляется новый бандан, у которого самая по себе очень хорошая броня. Это раз. Неплохо выглядит. Плюс мы с вами ставим сюда три брони вот такие. Видишь, что-нибудь получше? Во, смотри. Фига себе скрафтилось. Оно порой получается сиреневым, порой получается синим, порой зеленым. Я не знаю, почему так. Но в общей сложности бандана на 738 брони отшить. Просто нереально. Здесь можно что-то взломать? Да, тебя можно взломать. Все эти истории о том, что, типа, я скроюсь из города, меня никто больше никогда не увидит. Типа, заработаешь два раза, заканчивается тем, что ты сидишь рядом с ним, привязанный на соседнем стуле, и сначала пытает, убивает его, потом тебя. Ну, в фильмах, во всяком случае. Здесь-то, конечно, в этой игре тут немножко лайтово сделали, они действительно, я так понимаю, скрываются. Хотя, не факт, что всегда. То есть, не факт, что это сейчас сработало бы. Так, давай вот так вот, дальше. Да, 55, 1С. Так что нет, чувак. Десятку вернули неплохо. Ладно, все, выбираемся отсюда. Ну? Гвозди бы делать из таких, как ты. Никакой жалости. Этот заказ выполнен. Не опускай планку. Тем более, это компьютерная игра. Так. Ну, все. Здесь мы с вами полностью все раскидали. Абсолютно точно. Блин, здесь машина. Машин продает просто что-то нереально много. Дары космоса. Поговорить с бродягами. Вот. Тут я сначала подумал, что за задание такое. Название просто заметил. Оно как-то там само пришло и мимо приезжало. Оно принялось. Ну, такое бывает, что ты там либо бежишь мимо или еще что-то. С тобой связывается. Ты не считаешь, типа, потом. И оно остается где-то у тебя в заданиях. То есть, в заказах, в заданиях. Я почитал. Там, в общем, фишка в том, что так как над нами всякие, как-то сказать, станции космические или еще что-то. Ну, или просто кто-то выкидывает из небоскреба. У кого-то что-то падает. Все те, кто, так скажем, ушел на дно этой жизни. Они пытаются на свалках найти что-то годное. И вот кому-то там повезло. Он получил чемоданчик с аплантами, которые кому-то нужны. Собственно говоря, мы сейчас за этим и едем. Нам с ним нужно просто поговорить и забрать у них. Ну-ка. Интересно, у кого? А тебе чего? Дорогу спросить? Так у меня карты нет. Эй, Рих, у тебя карта есть? Не, нету. Давно скурил. Но подскажу, что топать надо по прямой и быстро. Слыхала? Ребят. Нечего тебе тут ловить. Хорошего дня. Что в кейсе? Что там в кейсе? Ты про эту рухлядь? Да ничего, наверное. Ага. Банки. Может, бутылки? Смешно, ребят. Вы смешные. Ладно, я у вас его куплю. Я его у вас куплю. Сколько? Дай подумать. Короче, держи две тысячи, пошли вон отсюда. Ладно, идет. Да ты его все равно не откроешь. Это мы посмотрим. Где вы его нашли? Я вас спрашиваю, где? Ну, там. На помойке. Вон там. Жош, какого хуя? Это не наша работа, понятно? Тот тип был уже мертвый, честное слово. Да, а я-то думала, вы серьезные наемники. Ладно, сгиньте уже. Окей, окей, забирай. Че сразу так психовать-то? Да я не психу, ребят. Я сразу решил у вас его выкупить. Так. 55, 1С. Е9. Хорошо. Черт, че я нажал-то? Блин. Раша 55, 1С, Е9. Я промазал, не скликнул. Ну. Что там у нас? Сезам, откройся. Сообщение, файлы. Ты глянь. Открылся. Открыл, открыл. Во время штатной проверки наших данных были выявлены. Я не могу. Классно, ребята. Были выявлены нарушения. Вы обязаны в течение часа явиться в штаб-квартиру для беседы. В случае отсутствия в обозначенное время вы будете исключены из нашей партнерской программы. Затем уволены. Отдел кадров. Мелитех. Не опаздывай на заправку 2045. Последний раз. Джеймс, это в последний раз. Тут становится жарко. Серьезно, за мной следят про тебя, наверное, уже тоже знают. Они связались с Мелитехом, а это явно их добро. Можешь пока придержать деньги. Не хочу рисковать с переводом на орбиту. Сейчас все, кому не лень, мониторят входящие транзакции. Не отвечай на это письмо. Удачи, Эр. Это ерунда. Это просто так. Стоп. Куда ты? Файлы. Лаунч. Зэр. Что тут у нас? Триангуляция вектора посадки. Совершает запуск объекта 64F5B. Зафиксированный не авторизованной передачи. Даст он вызван отряд быстрого реагирования. Черт. А, добраться до места падения капсулы, я понял. Капсула какая. Полетели. Здесь проскочим. Все хорошо, и по прямой. Кстати, в одном из выпусков мы с вами похулиганим и попытаемся на себя навлечь Махстаг. То есть, ну, наберем практически звезды, прикинемся киберпсикам, будем убивать всех подряд. Мне просто интересно посмотреть. Парочку раз я натыкался на... Ну, у меня было три звезды, и мне кажется, именно Махстаг прилетал, но я уже был израненный. Я даже не обращал внимания, что они прилетели, и мне просто в спину убивали. Так вот. Ну, мне кажется, это Махстаг был, и мне хочется посмотреть, действительно это так или нет, и насколько они сильны. Реально, или их загасить. 400 метров. На милицах это корпорация. Чего, их не жалко. Просто копов убивать не знаю. Так. Привет, ребятушки. Я к вам в гости, вы не против? Кто же у нас в гости? А? Говорю, пушка нереальная, просто нереальная. Тихо. А, снизу. Нам кто-то залез. Да-на. Спокуха. Давай в него. Он сныкался, что ли, где-то? Вот это меня всегда бесит, то, что они ныкаются. Ну, за каким-нибудь стухом или еще что-то, типа того. Не могу подобрать, тоже спрятался. Да, видишь? Привет. Можно было не убивать, конечно, но... Это был твой выбор. Чего по капсуле? Что это? Без названия. Кстати, я вырезал в одном из выпусков с Ривером, когда мы были в лаборатории, там была капсула BB из Death Stranding. Я случайно вырезал. Сорян. Что? Это что за хрень? Ну, как что? Брансейзи. 2021 год. Безымянная номер 18. Холст масла. Да что с тобой говорить? Что? Ну, что эта картина вообще делала на Луне? Известно, что украшала интерьер какого-то богача. Сейчас половина лувра в космосе. Ты там был? Кто я? Нищий рок-музыкант? Ну да, бывал. В сладких снах. Ладно, давай-ка уходить, пока не началось. А насчет картины? Покупателя ты найдешь быстро, уверяю. Ладно, я тебя понял. Странная миссия. Поехали отсюда. Что у нас с вами дальше? Стоп. Сиреневая шмоточка. Я тебя не убил в случае, а? Я живой, нормально. Слезай. Ну, что, последний на сегодня. Давайте. У нас с вами вот здесь вот кража. Посмотрим, что там находится. То есть, может быть, эмблемки связаны как-то просто с определенными... Даже не то, что, ну, как бы заданием, а... Как они называются? Фиксерами. Как вариант. Ну, а что здесь нужно сделать? Хорошо. А мне тут пришел клиент, которому нужна помощь в корпоративных играх. Он хочет получить компромат на своего конкурента, некоего Матеуса Стоува. Что скажешь? Готовы разрушать жизнь? Динк. Динк. Ну, в общем, это такое. Он, с одной стороны, говорил, что он хочет уничтожить корпоратов, но при этом сам работает на одних корпоратах, чтобы уничтожить других корпоратов. Такое... Какое-такое, мамарчик это все? Ой-ой-ой-ой. Давай быстрее. Там камера. Почти меня видит. Стоп. Выключить? Ладно, хорошо. Нужно внутрь войти. Я думаю, что здесь тоже проход должен быть где-то. Стоп. Давай разберемся, как взрослые люди. Ха. Можно выключить вот так вот, прикинь. А кому он это сказал? Мне? Возможно. Иди сюда. Что значит задавайся? Я вношумел, что ли, или меня камера подпалила немножко? Возможно, камера. Попасть в офис Матеуса. Он где-то под нами был. Камеры. Здесь где-то камера. Нет, или на улице. Это офис? Прикольно. Неужто я так быстро вошел? Все. Бабки, бабки. Походу, да. Если мы сейчас вот так вот просто по-быстренькому все заберем и уйдем. Это просто шикарно. Люблю такие миссии. Это прям кайф, на самом деле, в таких миссиях участвовать. Все, получил, уходил. Вот, не нужно меня засекать. Все, отлично. Оп. И все. Прикольно. Слушай, это было очень быстро, но, правда, награда очень маленькая, всего 2000. С ума не сходи. Ну что, давайте сегодняшний выпуск на этом завершим. Мы сделали прям очень много всего. То есть, естественно, прошли где-то, сколько там, 5-6 заданий. И конкретно этим выпуском я хотел показать, что вот эти вот задания, кража, шмража, это все не под запись. То есть, это все вот эти вот доставка и прочее будет уходить, на самом деле, под нож. Дальше мы с вами будем проходить задания. Вот, например, киберпсихи, да, это длинное, длинное разветвленное задание с большим количеством киберпсихов. Мне интересно посмотреть, что будет в конце. Если ничего не будет, ну, я скажу, ну ладно, хотя бы от киберпсихов избавились. Если что-то будет интересное, если какую-то информацию дадут. Но это... Вот это будет сеть награды, потому что я играю, чтобы просто получать удовольствие от этого мира, когда ты раскрываешь лор еще больше, чем вот там, тебе просто сюжет дает. Это очень интересно. Тебе, хочу затормозить, слабо было. Ха-ха. Ладно, на этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать нового выпуска. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Продолжение следует...